До главного политического события страны три недели. 1 июля состоится общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию. Но само голосование начнется раньше дня Х. Россияне смогут проголосовать уже с 25 числа. Подробности грядущего события рассказали в Центрозбиркомемориал. Главное – безопасность. На входе в избирательный участок будут измерять температуру, выдавать маски, перчатки и даже одноразовые ручки. С собой надо иметь только паспорт. При этом отдавать его в руки члену избирательной комиссии не понадобится. Надо будет просто раскрыть его и показать. Избиратель показывает паспорт на время, приспускает маску, потому что в обязательном порядке его должны идентифицировать. А в списках для избирателей, то есть вот если раньше в списках для избирателей вы не видели никогда номера своих паспортов. Их записывали при вас, когда вы ходили голосовать, то в связи с этой коронавирусной инфекцией в списках будут сразу же находиться паспорта для того, чтобы сократить и время контакта. Вход и выход на участки будут в разных местах, чтобы развести потоки людей. А если позволит погода, места для голосования и вовсе откроют на улице. В сельской местности это может быть где-то на самой широкой улице. И для этого там будут участковые комиссии мобильные такие разворачивать места для голосования. Соответственно, если это многоквартирные дома, это голосование на площадке. Можно будет проголосовать и дома. Этот способ голосования тоже будет проходить бесконтактно. Те члены участковых избирательных комиссий, которые будут осуществлять голосование вне помещения для голосования, то есть то, что мы раньше называли «на дому», то, во-первых, они не будут заходить в квартиру, они будут должны провести это голосование бесконтактным способом. При этом, кроме того, что у них будут маски и перчатки, у них будут защитные костюмы, которые вы видели, то есть в больницах тоже есть защитные костюмы, у них будут защитные костюмы, потому что это наиболее рисковая такая будет зона. Кроме всего прочего, члены участковых комиссий вот все семь дней голосования, которые будут находиться в помещении, либо голосовать даже на улице, у них будут так называемые защитные экраны. В МРИЛ будут работать свыше 500 избирательных комиссий, а проголосовать на них смогут почти полмиллиона человек. Все члены избирательных комиссий пройдут тестирование, а все участки будут обеспечены средствами защиты. Они уже поступили в ЦИК и в ближайшие дни будут доставлены во все районы республики. Все члены участковых избирательных комиссий будут обеспечены масками, будут обеспечены перчатками. В каждой комиссии будут так называемые санитайзеры как для обработки рук, так и для обработки помещений. Установлен регламент периодической обработки помещений. В каждой участковой и территориальной избирательной комиссии в ежедневном режиме будет замер температуры бесконтактным способом. Во время голосования каждому избирателю будет выдаваться маска, перчатки, будет замеряться температура. Основной день – это 1 июля. Эта среда будет выходным днем. Но выразить свое мнение можно и за неделю до этого. Кстати, были предложения провести голосование по поправкам в Конституцию в день Парада Победы, но Владимир Путин их отклонил. Были даже идеи провести, я знаю, мне коллеги говорили об этом, провести это голосование прямо в день Парада. Это не надо ничего смешивать, это отдельная крупная веха в жизни страны. Поэтому Парад Победы – это святое дело, не будем его ни с чем смешивать, в том числе с голосованием по Конституции. Мне кажется, и экономить тоже на этом не надо, потому что один из побудительных мотивов проведения в День Победы – это экономия средств, поскольку это тоже нерабочий день. Поэтому на этом точно не будем экономить. Поправки в Конституцию России вступят в силу только после того, как их поддержат россияне. Но они уже показали свою значимость. Например, дети – важнейший приоритет государственной политики. Сегодня это дополнительные выплаты и пособия, которые многие родители уже получили. Меры поддержки на федеральном уровне предложены и бизнесу. Выделяемые им субсидии компенсируют, к примеру, затраты, в том числе на оплату трудоработникам. В поправках это будет звучать как поддержка предпринимательства. А доступная медицинская помощь – это оснащение инфекционных больниц в период пандемии коронавируса. Бюллетень по поправкам будет содержать один единственный вопрос – вы одобряете изменения в Конституцию? Ответ можно дать – да или нет.